Всех приветствую на своем канале! Сегодня хотел бы показать вам видео о том, как можно своими руками сделать въездные ворота на дачу или в частный дом из профильной трубы. БМГ-4 поехала! Вот такой небольшой эскизик я нарисовал, чтобы было понятно. Столбы трехметровые идут 2 метра будут из земли торчать и метр в землю. Между столбами расстояние будет 4 метра. Ворота будут двухруспашные стандартные, а створка будет 2 метра шириной одна. И высота воротины будет 1900. И профильный лист потом будет прикручиваться поднят немного на 10 сантиметров. По низу профильная труба будет с листом заподлицоваться. 4 петли будем приваривать. Сюда будут шпингалеты привариваться. И один шпингалет в центре будет. Профильная труба 60 на 60 на столбы и 40 на 40 профильная труба идет на рамки наворота. Так, и значит у меня 6-ти метровая тяга 60 на 60 она режется пополам. Из нее получается ровно 2 столба. И здесь у нас получается по 6-ти метровой тяге 40 на 40 4 штуки. 24 метра там от них немного останется метр-два наверное профильной трубы в отход будет. Ну как в отход она куда-нибудь потом пригодится. Ну вот 24 метра это с запасом получается. Буду делать поэтапно. Каждый этап буду показывать. Нарезал я профильную трубу 40 на 40 все трубы нарезал я в один размер 1900 вот сразу снял фаски со всех сторон почистил это для того чтобы лучше прилегала труба друг к другу и для лучшей проварки. Труба 60 на 60 просто разрезал пополам получилась 2-3 метровых заготовки. Их я заглушу и приварю петли. Следующий этап я из этих отрезанных заготовок буду собирать рамки подворот. Трубы которые будут горизонтальные на воротах они будут вставляться у меня вовнутрь проема. Я сразу минусанул 80 миллиметров я отрезал с таким расчетом чтобы она встала вовнутрь. Сейчас буду собирать рамку для этого я положил труб подлиннее во время сваривания рамок из простой трубы надо сразу смотреть чтобы трубы лежали на одном уровне чтобы не было винта. Если будет винт то потом после сварки уже этот винт будет проблематично исправлять это надо будет опять разрезать сварочные швы убивать конструкцию заново переваривать стол не особо большой но приходится делать вот так отбегать на эту сторону чтобы противные трубы не уходили чтобы сварить в одном уровне я обычно делаю по одной прикладке в углу чтобы можно потом было попробовать сделать диагональ теперь они у меня уже в таком образом держатся диагональ это очень важная вещь во время изготовления металлоконструкции лучше проверить это фирмлеткой я обычно засыпаю на крайний дальний угол и по крайнему дальнему углу смотрю у меня нет диагонали 5 мм диагональ отличная сразу проверяем также уровень уровень тоже отличный можно прихватывать дополнительный прихват не дает погодка мне сварить сегодня ворота надо мной туча а там дальше небо синее возможно сейчас туча пройдет и дальше будем работать но опять надо будет ждать когда все просохнет потому что залило уже конкретно так все таки из-за дождя получилось что приходится назад в гараж дотаскивать буду доделывать в гараж расстояние высоты сварки разделил пополам чтобы варить здесь перемычку можно немного почистить здесь чтобы сварка не мешала на эту створку накладывать сразу вторую створку делать прямо по ней делаю по одной маленькой прикладочке сварки нижняя створка сделана по диагонали по всем размерам то верхняя створка будет так же ровно сделана сделаю дополнительный приклад вот так примерно это все выглядит делаю прихватки здесь по углам выравниваю делаю все ровно то же самое здесь здесь вот вот что у меня получилось срезал сейчас прихватки который делал для того чтобы диагональ при сварке не уходила мне осталось обварить только верхней части так как вчера был дождик и погода не дала нам говорить нормальное наши ворота я перестал вчера что-то делать все свернул и уехал домой сегодня погодка нормальная ни одного облачка надеюсь дождя не будет сейчас настраиваю рабочее место подготавливаю петли покажу как смазывать правильно все как делать как выставлять и будем приваривать сейчас вот здесь вот я их между собой прихвачу и столбам буду приваривать но столбам сразу не прихвачу потому что столб выше я буду приподнимать вот так вот делать расстояние здесь 5 миллиметров и через какую-то проставку металлическую приваривать и также здесь я буду делать проставочку так приподнимать и вот труба профильная должна столбом быть заподлицо как я уже говорил я прихватил между собой створки внизу и вверху зазором полтора сантиметра вот прихватил их к столбам тоже сделал вровень сразу отметил под петли 350 350 у меня получается это до центра петли вставлял вот для распорки вот такие круги бушные здесь потом все равно еще маленько убавится на миллиметр на два зазор потому что когда сваркой привариваешь петли металл стягивает между собой прежде чем покупать петли желательно их проверить вот на шаткость такой если они сильно шатаются то их лучше не брать потому что потом вот эта шаткость она даст на вороте не по пять миллиметров и створки между собой вверху могут сойтись я пользуюсь литолом перед приварки петель смазка петель нужна для того чтобы во время приварки петли она здесь случайно не приварилась потому что может замкнуть петля внутри если будет плохой контакт и где-то масса будет пробивать и может пробить внутри и петля внутри может привариться все теперь можно ее приваривать во время сварки конечно же все вытекает и желательно потом перед установкой еще раз смазать какой-нибудь круг или кусок металла чтобы он был примерно миллиметра два-три вложу под петлю петлю ставлю по центру зазора между створкой и столбом и прихватываю нижнюю часть сделал вот такую мощненькую прихватку зазор под петлей получается два два с половиной миллиметра теперь переношу под ложечку чуть-чуть под пяточку петли вот под краешек петли беру обыкновенный профильный трубопусок желательно чтобы он был ровный и не гнутый прикладываю сверху смотрим зазоров нету все петли лежат отлично второе положение мы ставим трубу сбоку также смотрим чтобы здесь не было зазоров между трубой и петлей наверх на низ так зазоров нету здесь чуть-чуть небольшой зазорчик значит нам надо петлю немножечко подбить сюда ну вот все здесь зазоров нет здесь зазоров нету вот это самый лучший способ выставления петель самый точный если вы будете пользоваться таким способом у вас петли всегда будут привариваться очень ровно и потом в эксплуатации они будут не скрипеть у вас работать будут четко после того как мы выставили петли мы делаем дополнительную прихватку на нижней петле вот так вот это выглядит процессе также делаю здесь вытаскиваю подложечку которая была под основной петлей под нижней перемещаем сюда прям под краешек также чтобы не мешало привариваем ответную часть сделал пару приклад таких хороших так вот прихватываю в итоге такие четыре прихватки я делаю и на ответной части здесь две прихватки тоже делаем после этого можно аккуратненько шлак отбить с прихваток и начинать проваривать после того как вы обварили петли не надо их сразу трогать там открывать им надо остыть минут 10-15 срезаю прихватку пробуем открывать петли работают отлично сейчас я вот здесь проварю и также здесь сделаю проварку с обоих сторон задней стороны петель сейчас я столбы убираю столбы мне не нужны единственное только на столбы я сейчас приварю такие вот поперечинки для того чтобы они не крутились стояли надежно ну и заглушить надо столбы подготовил вот такие пластинки чтобы заглушить профильную трубу так по столбам приварил эти перемычки столбы заглушил в принципе поставил заглушки такие нормальные из двоечки просто прихватил по углам на створках мне осталось приварить и большие шпинолеты здоровые середине защелку большую и две ручки в принципе все на этом ворот уже готовы их остается только покрасить и установить но это уже делать буду не я мне попросили просто сварить кому было полезно это видео ставьте лайки пишите комментарии всем до встречи в следующем видео спасибо за просмотры пока